Хотите зайти вместе со мной? Смотрите, некоторые коты любят прыгать. Это большая игровая комната для котов. Здесь почти все приезжие, или как тут их называют, животные урагана Ирмы. Вот этот из Флориды. Писки вот тоже оттуда. Да, большинство приезжие. В этом помещении уже абсолютно здоровые животные. Таких из Флориды приехало немного. Волонтеры говорят, брали котов и собак только из местных приютов, которые закрывались из-за урагана. Но все равно, кто-то был сразу нездоров, кто-то заболел по дороге. Например, кот Тыковка приехал в Вирджинию с целым букетом болезней. Тыковка был очень болен, когда его доставили к нам. У него был респираторный вирус, блохи, и мы лечили его здесь за свой счет. Тыковка отсыпается и пока еще не знает, что на этих выходных ему уже нашли хозяев. А вот собака Райли вся в ожидании. Сидеть в боксе выше ее собачьих сил. Мы ищем для нее молодую и энергичную семью, потому что она очень активная собака. Она обожает котов и гоняется за белками. Не могут пока найти хозяев и для этого черного котенка. Американцы, оказывается, тоже верят, что такой может приносить неприятности. Джексону всего 9 месяцев, но он уже пережил ураган Ирма и очень длинную дорогу из штата Флорида, сюда в Вирджинию. Сейчас он абсолютно здоровый котенок и ждет новую семью. Кстати, поскольку он абсолютно черный, к Хэллоуину здесь придумали акцию и будут отдавать его в хорошие руки за полцены. За котенка здесь просят 150 долларов, за взрослого кота 100, за собак вдвое больше. Многие говорят, это очень дорого, ведь если брать собаку с улицы, она должна быть бесплатной. Но в эту сумму входят все необходимые прививки, стерилизация, а также мы делаем чипирование. То есть на самом деле сумма не покрывает и половины расходов. Всего из Флориды в этот приют приехало 46 животных. Еще до прихода урагана котов и собак вывезли в соседний штат Джорджия, откуда волонтеры отвезли хвостатых пассажиров в Вирджинию. Сейчас в приюте осталось меньше 10 котов и всего 2 собаки, одну из которых забирают сегодня. Привет, милый, как ты тут? Лори – президент приюта, и это будет ее уже третья собака. Говорит, лабрадор был две недели на карантине, подхватил респираторный вирус, но сегодня его выписывают, и он отправляется домой. Я уже купила и новый поводок, и игрушки, даже кровать для него, все готово к его приезду. Давай, пошли домой. Лиза Бакалец, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Америка. Из штата Вирджиния.